Не бойся сказки, бойся лжи, а сказка, сказка не обманет. Тихонько сказку расскажи, на свете правды больше станет. Это Кудыкина гора, парк в Липецкой области. Не первый раз я уже сюда приезжаю, уже показывал вам отчетные ролики несколько раз. На этот раз решил посмотреть на шоу, мероприятие, фаер-шоу, как дракон Змей Горыныч пышет огнем. Очередной раз обратил внимание, что в парке увеличилось количество инсталляций, количество площадок, где дети могут побегать, поразвлекаться. Всяких интересных объектов, как и для взрослых, так и для детей. Облагородили дорожки, сделали их такими близкими. Естественно, вот эта сетка рабится и засыпана мелкими камушками. Ну, сейчас пройдем внутрь замка. Сегодня опять уже приехали поздно. И, скажем так, вот этих всех мастеровых, которых там посреди дня должно быть очень много, наверное, опять маловато. Это, вроде бы, простецкая конструкция, но, когда через нее проходишь, реально голова кружится. И, как бы, люди со слабеньким вестибулярным аппаратом испытывают очень-очень даже приличные эмоции. Вот вошли мы в замок. Здесь постоянно меняется центральная конструкция. Сегодня мы посмотрим, что там вот посредине заваленное хворостом. Что это такое? Ну, по краям, как обычно, стоят всякие мастера народных поделок. В принципе, здесь что-то можно самому поделать, что-то купить себе интересное. Но сейчас тут не очень шумно. Здесь проводят какие-то специализированные акции, праздники. Тогда здесь народу, конечно, побольше. Ну, а так, просто бывает интересно тоже зайти, посмотреть, что здесь новенького. Вот такая маечка змея Горыныча. Достаточно оригинальные изделия, поделки. Что-то есть даже много чего полезненького. Ну, на самом деле, не однообразное. Не однообразное и не, скажем так, повторяющееся то, что там в городе можно купить. Все-таки за оригинальностью сюда есть смысл зайти. Но все-таки, может быть, мне так показалось, конечно, надо добавлять какого-то движения, каких-то мероприятий. Потому что вот все-таки немножко пустыненько. Опять может сказываться то, что это уже вторая половина дня, но все равно. Хотя на самом деле, да, парк некоммерческий. Вот посмотрите, что это за центральная конструкция. Это гнездо змея Горыныча. Вот яйца, которые высиживает змей Горыныч. На них можно сфотографироваться. Вот такая территория. Раньше здесь стояли какие-то кузнечные дела. Можно было что-то выковать себе самостоятельно. Вокруг большая, как всегда, огромная территория. Чистенько, все аккуратненько. Но было жарковато, в принципе, и далеко я решил не ходить. Так покажу вам окрестности и пойдем к змею Горынычу. К сожалению, не удалось понаблюдать его с самого рождения. Мы приехали сюда, когда ему продолжали наращивать крылья. То есть крыльев еще не было, хвоста еще не было до конца. И было интересно наблюдать, как рабочие строители формировали это чудище. Очень интересный объект. Очень качественно сделан с точки зрения какой-то реальности. То есть никаких гротескных форм. Все приближено к естественности. Чтобы, я не знаю, дети, наверное, верят, что драконы именно такие. И вообще без всяких детских допущений. Тут и сам, самому в пору поверить, что такие существа были. Смотрите, продумано все. И когти на крыльях, и какие-то перепонки, и мельчайшие-мельчайшие детали. Не знаю, будут ли планировать его раскрашивать. Сейчас он такого бетонного цвета. И вот пасти, немножко обгоревшие, конечно, несколько портят впечатление. Но все-таки сооружение очень эффектное. И является центральным в этом парке. Редактор субтитров А.Семкин Достаточно много тут разнообразных объектов. Даже есть целый квест, где надо пройти и отметиться на каждой точке этого парка. Ну, я так, наверное, за все время и не прошел. Все, потому что большая территория. Может быть, чтобы оставить это немножко на потом. И было интересно и приятно приезжать сюда каждый раз. На лошадках можно покататься. Я так в своей жизни ни разу на лошадке-то и не проехался. Еще раз отмечу, очень интересный детский городок. Вот чуть пораньше, наверное, летом были вот такие водные аттракционы. Сейчас уже закрытые. Буквально классами приезжают сюда дети. Много народу. Но сегодня уже вот вечереет. Многие, конечно же, приехали в ожидании этого самого огненного шоу. Вот дошел, наконец-таки, первый раз до вот этих объектов. Троянский конь. Чуть ниже будет родник, который облагородили и представили в виде вот упавшего кувшина, из которого вытекает вода. Родник действующий. Здесь набирают воду. Люди пьют. Ну, в общем, очередная интересная точка на карте этого парка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну, вот и все. Все приготовились. Ожидают, когда дракон оживет и начнет поливать во все стороны огнем. Иссаис Денис Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА